Ответственности начинают говорить о будущем. Вот если так смотрите, лет 20-10 назад про будущее говорили не так много и не так интенсивно. В основном говорили про настоящее, про проблемы текущие, говорили про какие-то там, я не знаю, прошлые славные или какие-то текущие проблемы. Будущее такое было, это прекрасное далекое, что-то туманное, что-то там пока не очень хорошо оформившееся. А сейчас, если вы даже посмотрите просто на выступление всех крупных деятелей, президентов, руководителей международных организаций, обязательно какая-то доля этого выступления будет посвящена будущему. Вот мы понимаем, тренды какие-то, будущее вот так может меняться и так далее. И вместе с тем будущее становится все туманнее и все непредсказуемее. Сейчас вот в условиях, особенно там пандемии, никто на самом деле четко там ответить даже толком не может. Вы можете спросить самых даже ответственных лиц самого высокого уровня, будет ли в октябре вторая волна карантина, вторая волна гранавируса, откроются ли границы или закроются наоборот и так далее. Все выжидают, все находятся в непредсказуемом, слабо предсказуемом формате. И мы вступаем вообще в удивительный период в развитии человечества, когда степень неопределенности, просто начинаем зашкаливать, быстрота изменений просто сногсшибательная и адаптироваться к этим условиям, либо там очень сложно и планировать долгосрочно жесткими индикаторами тоже. Это вот такая данность, вот такая, о дивный новый мир, как там Хаксли говорил, в котором мы начинаем там в третьем, десятилетие третьего тысячелетия потихоньку вкатываться, началось третье десятилетие вообще там с хороших, больших сюрпризов систем, глобальных, заморозки огромного количества там активностей, проектов, переносов всех там больших глобальных мероприятий, давно чего не было, тотального пересмотра там экономических моделей, курсов, валют, планов, проектов и так далее. Почему этот вопрос, я так долго о нем говорю, потому что сейчас ответ на него очень простой, очень много экспертов сейчас начали говорить, что характер проблем, которые сейчас возникают перед человечеством, не только перед конкретной страной или компанией, он настолько другой, он настолько радикально, концептуально иной, что в прошлом опыте человечества в принципе ответов нет. Или какой-то опыт, который там мы как родители или старшее поколение могло бы раньше там поделиться, подсказать или какие-то альтернативы или своего личного опыта поделиться, вот он сейчас становится все менее и менее релевантен. И человеческая психология устроена таким образом, наш мозг рефлективно работает очень удивительным таким алгоритмом, когда перед нами возникает какая-то новая проблема, мы как правило, и мозг это делает абсолютно рефлекторно, мы это не контролируем биологический процесс, он просто смотрит назад, пытается понять в своем прошлом опыте, встречалась ли ему похожая проблема, похожий человек, похожее решение, как он решал эту проблему, как он вел себя, какую модель поведение избирал с этим человеком и пытается сразу какие-то варианты подсказать. Но что делать, когда нет такой болезни, с такой степенью заражения, с таким охватом не было никогда в истории человечества, который бы так быстро распространялся. Что делать, если появляются какие-то базовые технологии, которые раньше, ну, беспрецедентные, не было таких технологий раньше. И они начинают там менять все, и наши отношения, жизнь, психологию нашу, да, это очень серьезно, там, например, целый блок, там, новые направления психологии появляются, human-computer interaction, да, взаимодействие человека и машины. Как быть, когда полноценно в процесс коммуникации теперь не человек начинает вклиниться, как поменять наши психологии, наши реакции, наши модели поведения и так далее, и так далее. Поэтому сейчас все чаще и чаще мы начинаем говорить о будущем, попытаться как-то предсказать, предугадать какие-то прогнозы или сценарии будущего составить, чтобы понять, как лучше к ним подготовиться. Или хотя бы, чтобы, когда вот этот шок будущего, говоря языком азаменитого американского одного политолога, футуролога, шок будущего ударит, мы хоть как-то морально, как минимум, были к нему готовы. И этот вопрос сейчас становится очень-очень болезненным. Что такое будущее и как о нем говорить. И на самом деле, вот последние, особенно 200-300 лет, вот с приходом первых промышленных эволюций, скорость изменений, она начинает очень серьезно зашкаливать. Вот такой простой, интересный, я вам картиночку покажу. Пятая авеню, одна из ключевых авеню Нью-Йорка. Фотограф, 1900 год, делает снимок. Авеню, полная дилижансов, конских повозок. Одна из ключевых проблем в крупных городах того времени был конкий навоз. Города сильно воняли, и там постоянно надо было все это убирать, собирать. Там это вот запруженные, загаженные улицы. 13 лет проходит тот же самый фотограф, снимает почти с того же ракурса тот же самый 5-й авеню, тот же там кусочек его. И среди огромного потока уже фортов, автомобилей, случайным образом выхватывает он конскую повозку. Если в 1904 году случайным образом автомобиль затесался в этот огромный поток конских экипажей, то сейчас огромный поток автомобилей случайным образом затесался в конские повозки дилижансов. Да, вот буквально 13 лет, вроде бы не такой-то большой срок до того периода резко меняется. Если там брать СССР, были ближе к нашему опыту, там, да, вот представьте, 31-й год, раскулачивание, там, да, вот, борьба, там, со сплаками, там, идут огромные, там, какие-то репрессивные какие-то вещи, люди, там, в колхозах, вообще не понимая особо, что там происходит, запускаются программы, там, ликвидации безграмотности еще чуть раньше. Да, и буквально через 30 лет, не так вот, у нас 30 лет нашей независимости СССР отправляет человека в космос. Да, абсолютно неожиданно, не то, что неожиданно, но в 30-м году Циолковский, там, бредил, писал, там, свои первые, там, какие-то выкладки, там, да, гипербелоид инженера Гарина, там, началась с зачатки, там, научной фантастики, там, российской, советской, а тут, бац, и через 30 лет начинает в космос. Да, первый человек, там, в истории человечества, да, Юрий Гагарин. Поэтому, вот, изменения начинают происходить не только быстро, но и очень радикально. То есть, буквально, там, рынок труда тоже начинает очень резко реагировать на вот эти большие изменения, на большие тренды. Буквально 15 лет назад, 10-15 лет назад, вот, большого количества профессий, специальностей, навыков, которые сейчас абсолютно нормальные, в кухне режут абсолютно большинство людей, их вообще в камине не было, и такого запроса-то и не было. Вот тоже и такой интересный пример, исторический человек, опять же, онлайн-формат, я не буду вам вопрос спрашивать, я обычно спрашиваю, как вы думаете, чем этот человек занимается, как у него профессия, это разносчики льда. Ну, хорошая такая, нормальная профессия была в начале 20-го века. В 19-м веке был достаточно большой спрос со стороны, там, баров, гостиниц, ресторанов на лед. Вот его пилили в горах, там, на озерах горных, да, привозили в город, пока он не успевал там растаять, вот его специально оборачивали, и продавали очень такой ликвидный, быстро портящийся товар, да, если так разобраться. Только в США и в Канаде, там, сотни тысяч людей, десятки тысяч людей были заняты на этом производстве, доставки, дистрибьюции, там, хранение и так далее, и так далее. Достаточно такая была распространенная, очень большая целая индустрия. В 11-м году Генерал Электрок выпускает первый промышленный бытовой холодильник, одним махом целая индустрия исчезает просто, она исчезла, и никто ее не помнит. Тегли до появления, до первого чемпионата мира, где использованы были автоматические автоматы, и вот детский труд очень активно использовался, очень хорошо вырабатывались все, особенно в Америке, в Европе, очень неплохо, там, до доллара в день самым там шустым юрким работникам платили, огромные деньги по тем временам. Но вот в 1950-м году первый чемпионат мира, по-моему, в котором автоматы начали внедряться, резко эта мода пошла на это, все более центрики, грибаны буквально нескольких лет быстро дороснастились автоматами, и резко суть вот этой функции с участием человека пропала. Поэтому сейчас, наверное, вот я две цитаты короткие приведу. Вот Клауса Шваба, основателя Всемирно-экономического форума Довоз, он написал книгу, даже две уже, по четвертую промышленную революцию, она переведена, кстати, на русский, на казахский, лично рекомендую прочитать, и вот там есть технологии четвертой промышленной революции, это вторая книга, которая на прошлом году вышла, где Клаус Шваб говорит, что вот та революция, которая сейчас происходит в мире четвертой промышленной революции, с целым блоком очень серьезных технологических изменений, очень радикально нашу жизнь будет менять масштабно. Такие концептуальные поменяются вещи, понятия нашей жизни, которые столетиями, тысячелетиями до этого не менялись. И ему вторит Билл Гейтс, который говорит, что И ему встает Билл Гейтс, который говорит, что изменения, которые происходят в течение 10-летнего цикла, они самые большие и самые радикальные. Действительно, если сравнивать последние 20 лет, то есть первые два десятилетия третьего тысячелетия, 2010-2020 годы, мы сейчас вступаем в третье десятилетие. Вот посмотрите, насколько сильно и радикально наша жизнь трансформировалась. Цифровизация, социальные сети, мобильные платежи, массовое распространение смартфонов, искусственный интеллект. Первые промышленные запуски в космос частных компаний, Тесла, электромобилей. Вот то, о чем, скажем так, мы очень часто слышали в начале второго-третьего тысячелетия. То есть, вот миллениум, конец 90-е годы, вот сейчас она начинает просто очень резко внедряться на рынок, выходить и менять нашу жизнь. Поэтому вот эти самые большие изменения, они в таком десятилетнем цикле происходят. И вот есть очень четкое такое достаточно понимание, что следующие десятилетия, вот 20 лет, это третье десятилетие, третьего тысячелетия, да. Оно будет эпохой таких очень серьезных изменений и главное базовое изменение, переход, который произойдет, это будет переход к модели цифрового общества, а не цифрлокором. То есть, мы прям полным ходом, на полных парах начинаем заходить в этот удивительный период и пандемия, вот эта коронавирусная, вот то, что сейчас в мире произошло, она подстегнула. Вот простой пример, вот вместо того, чтобы где-то в аудитории собираться, мы с вами все сидим сейчас в онлайн формате, виртуально общаемся, коммуникации не перервались, но это теперь ставит достаточно серьезные новые требования к цифровой грамотности, к оснащенности, к инфраструктуре, к имени пользоваться какими-то программными специальными продуктами и так далее, так далее. То есть, сейчас резко начинают меняться требования к навыкам, в первую очередь, к грамотностям, к какой-то базовой инфраструктуре. И вот простой пример, который я приведу, наверное, вот таких радикальных быстрых изменений, требований, это наши педагоги, наверное. Представьте, сейчас педагоги, буквально шесть месяцев назад, они даже знать, не знали, слыхать, не слыхивали, что им теперь нужно будет буквально там, вот прошедшие несколько месяцев, очень быстро, очень серьезно перестраивать свою работу и абсолютно в новом формате, с новыми навыками и компетенцией. Три новых требования, очень жестких, сейчас поставила пандемия. Первое, это на цифровую грамотность, все педагоги теперь должны уметь настраивать рабочее место, оснащать его, подключать, использовать специальные программы, переводить весь процесс обучения в онлайн формат, в дистанционный формат, научиться пользоваться новыми инструментами контроля, организовать этот процесс, оказывать поддержку своим ученикам. Второе, такое новое требование появилось, абсолютно такое жесткое, по сути своей, это требование к содержанию этих рабочих. То есть теперь у педагоги должны научиться перестраивать все содержание, весь контент, поддистанционный, онлайн формат, совершенно новые требования к педагогическому дизайну. Это же новые требования к интерактивности, к элементам геймификации, к элементам мотивации, потому что удерживать внимание теперь, как вот я сейчас, не знаю, удерживаю ваше внимание, не удерживаю аудитории, теперь архисложно, потому что человек, находясь в цифровой среде, конкурирует контент теперь этого бедного преподавателя с огромным качественным контентом и форматами контента целых индустрий. Нетфликса, ТикТока, Инстаграма, Фейсбука, Голливуда, представьте себе, огромной индустрией с сотнями миллиардов инвестиций, с самыми лучшими сценаристами, аниматорами, специалистами по спецэффектам. Бедный преподаватель теперь должен создавать, как минимум, интересный какой-то захватывающий контент, сопровожденный какими-то там вставками, аудиовизуальными материалами, элементами интерактивности, чтобы как-то удерживать внимание этого ученика или учеников. Совершенно новые требования теперь ставятся к эмоциональному интеллекту, коммуникации. Вот как вы думаете, почему люди так устают сильно? Это для меня не первая сегодня сессия, я вот сегодня совсем немножко устал, ближе к этому дня. Почему? Потому что мозг сейчас целый, большие идут исследования в этой сфере нейрофизиологии, нейрофсихологии. Мозг человека, сейчас я сижу, смотрю на презентацию, на маленький там экранчик, вот, к сожалению, никто камеры не подключил, я никого не вижу, да, и получается дурацкая ситуация. Если бы мы с вами сидели сейчас в оффлайн формате, я бы вас видел, мозг отдыхал бы, это полноканальная была бы коммуникация, я видел бы там язык тела, эмоции, принятие, неприятие, согласие, отторжение, неприятие, неинтересное. Мозг бы полностью отдыхал, он бы четко все эти сигналы улавливал, считывал, дополнял картинку, просчитывал варианты, помогал мне реагировать на это, менять там формат, голос, тембр, жерстепуляцию и так далее, и так далее. Сейчас же в этом формате мозг находится в панике сейчас. Я вот говорю, отработанный какой-то текст, который я вот опытный лектор понимаю, читать ничего не надо, понимаю, а мозг сейчас начинается в панике, он не находится, он идет огромный перерасход. Потому что я не вижу никакой реакции, я не понимаю, что происходит за этим чехолным экраном, и это идет огромная ресурсная переработка, на самом деле. Такое эмоциональное выгорание, истощение, в очень скором времени ждет огромное количество педагогов по всему миру. И вот первую волну такого эмоционального выгорания мы видели медицинских работников, я вот сам болел тоже очень сильно недавно коронавирусом, и видел вот насколько в тяжелом состоянии находились медицинские работники, потому что постоянно вот страх заражения, страх смерти, видеть там тяжелые какие-то состояния, там, страдания других людей, страх заразить своих близких каждый день, потому что в непосредственном контакте находишься, и так далее, и так далее. Это вот это все накладывает очень серьезные такие нагрузки на организм, на психику человека. И сейчас педагоги теперь помимо там контента, задержания там, цифровой грамотности, должны научиться выйти на новый уровень эмоционального интеллекта, коммуникационных способностей и управления искусственным ресурсным состоянием, то есть понимание своего ресурсного состояния, умение переключаться, умение разряжаться, там, да, это вот прям отдельный навык, который вот придется, наверное, педагогу массово обучать. Поэтому, возвращаясь к нашей основной теме, я просто пример показал, насколько резко, буквально 5-6 месяцев, бац, все поменялось, всех выкидывают дискуссионки, и огромные армии педагогов по всему миру теперь как бы неумолимое вот это вот время жестко говорит, слушай, вот как раньше преподавать и работать тебе не получится. Теперь ты должен уметь, помимо всего прочего, вот эти вот эти вот эти, причем времени на подготовку твою нет на самом деле, и как-то массово это обучить тоже не все страны могут себе позволить или не успевать. Мы вступаем вот в этот удивительный такой период, когда большие жесткие изменения, помимо всего прочего, будут сопровождаться такими-то большими потрясениями. Это вот логика развития, когда какое-то изменение происходит, там даже у человека он что-то болеет, там вот когда рост идет, там даст на позвоночную нагрузку, на эндокринную систему, там волосы выпадают, еще чего-то. И вот то же самое в глобальном основе происходит, войны, конфликты, катаклизмы, пандемии, вирусы, какие-то политические передряги, миграция большая, там структурная безработица, финансовый кризис и так далее, и так далее. Это все вот отголоски вот такой большой, больших структурных изменений, которые в мире начнут проходить. И к сожалению, вот этот новый уже год этого третьего десятилетия уже начинается там с кучей, там сейчас с кучей мемов подгулять в социальных сетях, типа что принесли в 2020 году, ой, не говори, там это умер, этого расстреляли, там вот здесь война, здесь вирус, там и так далее. И самая первая чуткая такая чувствительная система, по которой ударила вот такие большие изменения, это рынок труда и связан с ним рынок образования. Вот если посмотреть, начинается очень серьезное изменение на рынке труда, очень большое количество сейчас исследований проводится, и это вот тоже доказательство того, что все переживают, что произойдет на рынке труда, потому что самые главные последствия, которые будут и ударят очень больно-больно по многим странам, это такая большая безработица. Да, уже сейчас, в Казахстане даже, мы ожидаем в конце года высвобождение от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек. То есть намного сложнее будет сейчас на рынке труда найти работу, намного сложнее будет сейчас на рынке труда получить продуктивную занятость, зарабатывать, доход более высокий себе обеспечивать. Намного сложнее будет сейчас конкурировать, потому что в такой низкоквалифицированных каких-то или базовых квалификациях, которые много людей умеют делать, таких людей все больше и больше становится, а людей, которые, например, в новой этой обстановке, в новой среде могут с цифровыми работать навыками, могут работать, создавать информацию новую, делиться этой информацией, зарабатывать на этой информации, используя уже принципы закономерности, закона вот этой новой реальности, не так уж и много пока еще. Я простой пример вам приведу, в Казахстане очень печальное, к сожалению. Вот помните, когда карантин был, блокпосты закрыли въезды в город, и вот эта вот картинка показывают, по телевидению стоит, или там, по сути, там, стоит толпа народа, вот блокпосты, полицейские, и они там кричат, возмущают, «Эй, запустите нас, поработать надо». Представьте себе, люди, которым сейчас для работы и для зарабатывания нужно физическое перемещение из одной точки в другую, а потом нужно физическое рабочее место, чтобы они могли там физическим трудом зарабатывать себе, что-то делать. Вот у этих людей очень часто будет резко падать такой вопрос, им все сложнее, что с ними будут продавать себя. Какая-то большая часть этих людей, скорее всего, как раз-таки будут первыми кандидатами на увольнение, а людей, которые, вот как мы сейчас с вами, сидим в виртуальном пространстве, обмениваемся информацией, общаемся, вот, как раз, хотя, нам пишут, что вопросы задавали, есть специальная такая Q&A, там, комнатка, да, по разделочке один-оденок Q&A, вот, не так-то, на самом деле, может быть, много. То есть, критическая масса все-таки людей в разных странах, и в Казахстане в том числе, не так сильно приспособлена вот к этим большим изменениям. А представьте, дальше еще начнутся более жесткие требования, поэтому рынок труда сейчас начинает реагировать очень больно, очень болезненно, эти большие изменения. Система образования еще медленнее успевает за этим реагировать, поэтому очень много сейчас вопросов в мире возникает, и огромное количество исследований, если посмотрите любую международную организацию, Миккор, Диллойд, Маккинси, консалтинговые большие компании, BCG, у всех есть отдельные исследования про будущее рынка труда, future jobs, про изменения на рынке труда, про новые навыки. Это вот, тема становится такой, ну, очень важной темой для правительств, для экспертов образования, для экспертов на рынке труда и так далее. Вот я тут буквально пару таких вот вещей прикинул, вот это вот большое-большое было исследование Синерно-экономического форума по итогам опроса больших туристических экспертов, работодателей. Самые востребованные специальности я вот показывал несколько, вот здесь 15 лет назад их вообще-то не было даже, даже не слышал. Более трети навыков вот в следующие пять лет будет очень сильно меняться, во-первых, в первую очередь, из-за цифровой транспорта. То, что я говорил, преподавателям, например, сейчас как минимум начинается, цифровизация начинает ставить новые абсолютно навыки, новые требования. Очень большое количество рабочих мест будет сокращаться, вместе с тем идет процесс активной роботизации, автоматизации, очень много производственных сейчас секторов, начинает активно встречать роботизацию, автоматизация, вот, к примеру, в нефтегазовой отрасли. В Казахстане из выпускников прошлого года только лишь 3% кто учился по нефтегазовой специальности, работают сейчас по специальности. То есть идет очень высокий уровень сейчас автоматизации в нефтегазовом секторе, и вот эти большие компании, особенно Шленберже, Шеврон, Шелл, они сейчас предпочитают не набирать уже новых сотрудников, повышать квалификацию действующих и максимально сокращать все какие-то автоматизированные бизнес-процессы, максимально их автоматизировать, подключать искусственный интеллект, алгоритмы системы автоматизированного систем управления и вот такого большого набора. И в целом спрос сейчас, цена на нефть сильно падает, электромобили начинают занимать все большую долю на рынке, спрос на углеводородное сырье, как главный источник именно топлива, тоже начинает сокращаться на нефть. Это все такие большие тренды приводят к тому, что людей все меньше и меньше они будут набирать. Вот удивительно, к 26-му году 65% профессий, которые вот сейчас есть на рынке труда, их вообще могут уже не быть. Я вот потом приведу, по итогам атласа мы прям выявили огромный класс профессий, уже на рынке труда Казахстана, который тоже будет умирать, так называемые профессии пенсионера. У профессии тоже своя жизнь, они же как люди рождаются, вступают в тупик, когда самая популярность становится, а потом потихоньку у них начинает меняться спрос, техническое давление. Вот я тут несколько примеров привел, что технологии появляются, новые требования финансовые, экологические, организационные, технические. И потихоньку, потихоньку структура меняется рабочего места, и человек может вообще пропасть из этой. Легче робота поставить, который будет работать, который не спит, не ест, не отдыхает, ошибки не делает, по заданной программе очень четко, монотонно выполняет нужные функции. И вот таких сил, которые меняют требования к навыкам, меняют требования к рынку труда, все больше и больше становится. Здесь я быстренько проскочу, чтобы там немножко дальше, уже более прикладно объяснить. Презентация, все материалы, книги, исследования, все одним пакетом я передам организаторам. Я очень люблю делиться информацией, и вы можете спокойно потом почитать вообще самые ключевые исследования в этой сфере. Мы прошестили огромное количество отчетов, исследований, чтобы понять, к чему все идет. Самое главное, наверное, в 21 веке, запрос, который сейчас начинает появляться, что необходимо формировать в человеке, в работнике, в специалисте, какие-то новые навыки. То есть вот эта базовая схема, когда мы говорили hard skills, soft skills, уже не хватает. То есть обучение одного специалиста, в основном, длится 4 года, базовая бакалаврия, если магистратура еще там 4-5 лет, в целом, вот его не хватает, в смысле это слишком долго его так учить, потому что раз, и что-то поменялось на рынке труда, раз, новые требования, раз, надо будет уже перестраиваться, либо ваша профессия исчезла просто, потому что мы учились, 11 лет в школе, 4-5 лет в университете, в колледже, в целых почти 20 лет мы сейчас обучаемся, 20 поменялось, это слишком долго, пока вас научат, пока вы ведут на рынок труда. Соответственно, нужны какие-то другие грамотности, другие навыки, которые позволят этому человеку перестроиться, адаптироваться, самостоятельно изучить, самостоятельно понять, куда лучше ему пойти, самостоятельно понять, какую-то самодиагностику сделать, целеполагание, так называемое, как, на что ему сфокусироваться, и сохранять конкурентоспособность, выживать, адаптировать к этим изменениям. Вот про эти навыки мы сейчас потом чуть дальше еще поговорим, что это за навыки, очень много споров сейчас идет в мире, как дальше нам перестроить систему. Соответственно, это создает очень большой хайп, очень большие страхи. Половина специалистов начинает говорить на рынке труда, да, вот как, например, исследование Оксфордского университета, что ой-ой-ой, все будет очень-очень плохо, все будет очень-очень сложно. Вот большое исследование Оксфордского университета, знаменитое исследование, но два вот руководителя, Фрей Осборн, проводили они по заказу правительства Великобритании, они сказали, что почти половина всех рабочих мест в мире, почти 2 миллиарда человек, останутся без работы, потому что идет очень высокая автоматизация, алгоритмизация, искусственный интеллект начинает заменять огромное количество людей, особенно вот таких вот социальных, гуманитарных каких-то там профессий, монотонных профессий, повторяющихся работы, это все в первую очередь будет автоматизировано, поэтому почти 2 миллиарда человек вообще могут уже к 30-му году, через 10 лет, остаться без работы. То есть первая позиция экспертов, которые говорят, такой большой лагерь, на два таких больших команды поделился, мир экспертов, ой-ой-ой, все будет очень плохо, большой шок будет для рынка труда. Второй пул, к которому мы относимся, вторая команда или вторая часть экспертов, они говорят, да, действительно, технологии заставляют исчезать огромное количество профессий, но вместе с тем они способствуют и появлению огромного числа новых профессий. Нам очень важно понимать, какие новые профессии будут появляться, почему они будут появляться, какие требования новые эти профессии будут иметь, какие навыки, какие профили компетенции. И тогда, если мы заранее подготовимся или начнем перестраивать систему образования, перепрофилировать ее под новые запросы рынка труда, вот всех, кто будет высвобождаться, мы потихоньку сможем переобучить. Конечно, переход, переобучение, перепрофилирование, поиск новых каких-то возможностей для этих людей, он будет сложным, он будет дорогой, он будет ресурсно затратный такой очень. Сейчас можно сказать, что, в принципе, на рынке труда три вида профессий сейчас начинают формироваться, новые профессии, которые вот только появляются, зарождаются, либо появятся, неизбежно, потому что технологически меняется, производство меняется, организация меняется, компания меняется, управление меняется, трансформирующаяся, то есть сама база профессии остается, но требования к ней начинают меняться. Вот как сейчас педагоги, тысячелетиями, столетиями, последние обычно, особенно 200-300 лет, в принципе, был единый цикл подготовки педагогического специалиста, педагога, он приблизительно понимал, как ему работать, вот его замкнутое пространство, класс, организация учебного процесса, дидактика, педагогика, инструменты контроля, замера, приблизительно была какая-то более-менее модель сформирована. А теперь бац, буквально за 5-6 месяцев всем педагогам мира, всех выкинули в пространство дистанционное большое количество, физическую массу, и сказали, извините, но теперь надо будет по-другому работать, и новые требования к вам. Поэтому профессия трансформируется. И устаревающая профессия, или так называемые профессии пенсионеры, когда раз, и запрос на человека просто исчезает. И вот эта сама профессия умирает, или уходит на пенсию, как мы говорим. Пенсионные, профессии пенсионера. Вот такая интересная картинка, я люблю часто показывать, это вот LinkedIn каждый год делает такие обзоры. Он делает обзоры, и какие профессии, на них они появляются, во-первых, да, запрос на них. Профессия это громко может сказано, но вот некие там виды деятельности, занятости, какие-то там работы, и как сильно и быстро на них растет спорт. Это такая вот интересная есть. Beach Body Coach называется. Это тренер, фитнес-тренер, который готовит ваше тело к пляжному сезону. То есть, там, значит, не на функциональные такие, на вывозки, а вот чтобы красиво тело выглядело, да, подтянуло, подтянуло, типа, где-то там какие-то проблемные зоны немножко нивелируют. И вот, представьте, последние пять лет, по итогам 2019 года, в 3360 раз вырос спрос на Beach Body Coach, да, то есть, или вот зумбо-инстрактор, да, 396 раз вырос спрос на Beach Body Coach. И самое удивительное, что вот такие запросы, они как мода, они вот так могут появиться по рынке, там, да, очень быстро-быстро стать популярными, а потом через какое-то время раз, и там поменялась логика, поменялась культура, мода, и он уже жилкий спрос на нее ушел. Вот в таких условиях готовить специалиста, там, базово, представьте, в университете, там, да, специальность Beach Body Coach, ты на кого учишься? На Beach Body Coach, да, сколько сейчас, два года. То есть, как бы, не успевает реагировать система образования, и как-то вот подстроится, потому что очень быстро идет эта смена, если раньше профессия как-то зарождалась, там, долго-долго формировалась, там, пиксела ходила, вот это сейчас жизнь, цикл жизни, профессии стал тоже очень небольшим, 5-7 лет, до 10 лет, раз, по евро-ра-ра-ра-шукушку. Там вот сейчас SMM-специалисты, вот, действо маркетинга, да, цифрового маркетинга, очень-очень сейчас суперпопулярная, там, таргетологи, да, там, SMM-щики и так далее, и так далее. Если что-то дальше будет меняться, опять, возможно, будет большое изменение. И вот эти эксперты, резюмируя, которые защищают, говорят, ну, не так все страшно, не очень пытать, паникуйте. Они говорили, что, в принципе, вот в истории человечества были похожие ситуации, вот, 1800-е, если взять, там, во-вторую половину, там, 19-го века, в основном, тогда 50% всех людей были заняты сельском хозяйстве, чтобы много всех кормить. Потом началась, там, быстрая индустриализация, сельское хозяйство начали переходить люди в голубые воротнички, то есть это квалифицированные рабочие на заводы, фабрики, мануфактуры, что быстро-быстро начали развиваться. Потом, ну, потихоньку индустриарность пошла на спад, начали появляться там сервисные организации, белые воротнички, потому что больше и больше интеллектуальных кадров тогда было, и вот как-то люди распределялись просто из одной сферы в другую. Но сейчас что делать, когда начинают появляться удивительные изменения? Человека начинает заменять искусственный интеллект. То есть, если раньше у человека была монополия, и монополия именно на интеллектуальный труд, вы представьте, ни одна промышленная революция, ни одно такое супер-большое изменение не затрагивало эту монополию. То есть, человека всегда, вот кроме человека, никто не мог заниматься интеллектуальным трудом, создавать новые идеи, создавать новую какую-то музыку, писать произведения, романы, чертежи, архитектуру, расчеты. Сейчас начинают появляться удивительные умные алгоритмы, которые зачастую могут сделать намного лучше человека. Их намного дешевле в отношении. Они не спят, не едят, не писают, не какают, не отдыхают, не ошибаются. Либо, если ошибаются, очень легко предсказать, почему эта ошибка произошла по заранее заданным алгоритмам действия. И эта монополия начинает разрушаться. Удивительно. То есть, самая такая тяжелая сфера, в которой раньше человека невозможно было заменить, сейчас, наоборот, легче заменить человека. Я вот тоже приведу там несколько примеров. Поэтому начинают с одной стороны, вот в таких традиционных сферах, в которых раньше мог только человек работать, бухгалтерия, например, кредитные специалисты, даже журналисты где-то там уже. Там легче уже просто бизнесу заменить человека. Но взамен этого начинают появляться новые какие-то сектора занятости, новая экономика, как говорят, цифровая экономика, креативная экономика, творческая индустрия, виртуальная экономика. Вот помните игры, даже в World of Tanks или в Counter-Strike, там, да, вот ты покупаешь это все, пустите, полипит, там, 9 долларов, да, или там танцы покупить, там, покупить World of Tanks, там, реально живые деньги. Создается некая такая виртуальная большая экономика, не физическая, где тоже там есть, мы тратили время, деньги, усилия, интеллектуальные какое-то все, да, и это все продается, покупается, обменивается, вот все эти там джемы, да, во всех этих играх, там, на уровне, с удовольствием дети тратят, потому что ругаемся, особенно если карточка привязана, там, планшет, туда, кто потратил, кто купил. У меня тоже часто такое бывает. Вот. Поэтому начинает формироваться новый тип экономики, новые отношения, абсолютно виртуальные, вот те же там, вот, история с биткоинами показала, что помимо физических денег, физического спроса, можно сформировать себе отдельно такую некую там альтернативную валюту, альтернативные расчеты. И вот в этом виртуальном мире, не физическом, уже очень много чего может происходить. Новый технологический сектор начинает появляться, вот хороший пример, это Илон Маск все-таки. Гениальный человек в плане того, что он может раскручивать новые рынки, что на самом деле очень тяжело, причем почти в одиночку. Когда он начал всю эту историю с Тесла, никто же не верил, никто же все же вернулся в Ибилон, почему ты что-то делаешь. Да, он просто как бы по-другому вывернул логику, что электромобиль это не громоздкая, какая-то непонятная футуристическая вещь, это такой вот здесь очень клевый, классно выглядящий спорткар со всеми преимуществами электромобиля, который дает ему крутящийся момент, отсутствие каких-то ломающихся частей, передачи, максимальный КПД, там, да, и так далее, и так далее, Там был спищенный центр тяжести, чей-то по-другому. Он его просто по-другому маркетингу преподал, и вот случился поворотный момент, когда все вот эти его вице-президенты, наемные маркетологи, наемные менеджеры, когда он все узловые агрегаты и технологии Теслы сделал open source, вытянул на рынок, они ему всем сказали, ты, Илон, ты дурак, ты идиот, ты творишь, мы же все, что мы вкладывали, деньги, наш самый хлеб, мы взяли и всем конкурентам еще открыто отдали. Ты зачем это делаешь? Он говорит, нет, это вы идиоты, потому что мы сейчас, да, лидеры на малюсиком рынке электромобилей, там, 60% рынка, который даже не сравним с большим рынком традиционных автомобилей. Но если мы подстегнем конкуренцию, и все вот эти крупные игроки тоже начнут делать электромобили, то рынок электромобилей резко вырастет. Пускай он все равно меньше сейчас, чем рынок традиционных автомобилей, но он будет точно больше, чем тот рынок, который сейчас есть. И на нем, если даже мы 20% будем иметь, эти 20% будут в десятки раз больше, чем 60% этого маленького рынка, который сейчас есть. И вот гениальность его, что он умеет очень классно раскручивать новые рынки, вот вроде бы какие-то новые продукты, которые просто немысленно превратить в массовые, они делают массовые. И в этом гениальность, как бы помимо всех остальных его преимуществ. Вот такие люди нужны, они раз в какой-то период, в столетие, в 50-летие, к пятилетку приходят и начинают совершать революции. Мышление в горизонтах понимания, потому что без Илона Маска думать о космосе, как сейчас начинают уже все думать, а здесь все говорили, чьи его частная компания, которая будет просто заниматься. Вы что, это же делал государств целых, целых национальных космических программ, национальных агентств. А сейчас на полном серьезе НАСА говорит, слушай, Илон, давай мы тебе лучше будем все заказывать, уже нам самим это делать в тысячу раз дороже. Да, да и все ты будешь там все это завидеть, давай, и вот лучше ты будешь этим себя заниматься. Мы не можем так дешево, без такой гарантии, безопасностью, и самое главное, с таким изяществом похожие вещи делать, выводить тонны груза на орбиту, и космонавтов тем более. Поэтому начинается там новый тип экономики, но он требует абсолютно новых навыков. И вот что сейчас самое главное большое изменение происходит на рынке труда? Все специалисты, эксперты в образовании, там профессиональные, начинают, извините, можно я свет включусь? Куличку. Что-то глаза начнет боли. О, час вот. Это то, что надо поменять вообще подход, как мы обучаем детей в школе, как мы вообще массово обучаем людей. Потому что вот эта вот действующая модель образования, у нее была простая форма, на самом деле, ее можно как матрешку, вот так представить. Раньше людей, как нас всех обучали, и я сам выпускник этой системы, как бы, она состояла как двойная матрешка. В середине hard skills, это моя базовая специализация, там юрист, юношинский, коммунист. А сверху мы его оборачивали мягкими навыками, коммуникация, умение работать в команде, я не знаю, тайм-менеджмент, и так далее, и так далее. То есть сейчас требования совершенно уже начинаются другие. Начинаются другие, помимо там hard skills, и почему проблема начинается. Представьте, вы матрешку открываете, готовите середину, 11 лет учится, а там потом 4 года бакалаврия, помысл на магистратуру, или там поле, 4-4 года, как минимум. Вот эту матрешку выставляете, потом закрываете, он идет на рынок труда, а тут раз, на рынке труда, пока он учился, уже поменялись требования. Это надо опять матрешку открывать, 7 дней, а вас будет, а нам обучать, опять стрелять, а тут время опять, где гарантия, что что-то не поменяется. Причем очень резко это все начинает поменяться, и требования новые начнут появляться. И даже на рынке труда Казахстана тоже начинают такие процессы сейчас появляться. Очень быстрая смена требований, новые технологии, новый формат ведения бизнеса, это Каспий Голд как нашу жизнь поменял. Представьте себе, год назад всего лишь активно началось, а участка представить себе без возможности за секунды отправить деньги другому человеку, он как-то в один, как-то так, всегда это вроде мере делать, а вот не всегда, на самом-то деле. Поэтому сейчас все начинают говорить о каких-то новых навыках, жизненно важных навыков, их называют life skills, кто-то их называет метакомпетенции, то есть компетенции в более высшем формате. Вот здесь большой проект, называется Global Education Futures, это большой международный проект, который пытается нащупать новую модель образования, они называют это экзистенциальными навыками. То есть такими навыками, которые позволяли бы человеку в этом большом, сильно меняющемся мире выжить, адаптироваться. Я вот несколько примеров приведу, то есть это, например, эмоциональный интеллект в каком-то новом понимании. То есть человек должен очень четко управлять своими эмоциями, понимать свои эмоции.